50 метров неопределенности. Здесь, по улице Завадского, у дома номер 15, асфальтовое покрытие отсутствует. Местные жалуются, после дождя этот участок превращается в смесь камней и грязи. По бездорожью приходится ходить и студентам, посещающим колледж культуры, и местным жителям, собравшимся в магазин или банк. Другой путь – прямо по проезжей части. А ведь здесь несколько опасных поворотов, и автомобилисты могут просто не заметить пешехода, особенно в темное время суток. А по дороге всегда опасно. Это в деревне может, а здесь-то, ну, какое движение. Никуда, никуда, нигде не перейти, ничего. Вот так вот, да, действительно, там идешь, вот смотрите, сплошняком, а тут вот вообще ничего нет. Машины едут. Похожие проблемы с отсутствием тротуара у жителей дома номер один по Судогодскому шоссе. Раньше на этом месте была обычная утоптанная тропинка. По ней жители окрестных домов ходили на остановку Кумунар и в магазины. Уже тогда отсутствие тротуара было местной проблемой, но жители не жаловались – ходить было можно. А неделю назад проезжую часть в этом месте отремонтировали, и тропинку забросали крупным щебнем, поставили высокие бордюры. И теперь для людей с ограниченными возможностями пенсионеров тропинка стала полосой с препятствиями. Я не могу даже. Нога тоже сломанная была. Да невозможно ходить. Идешь еле-еле. Пройти можно и по проезжей части, но здесь всегда паркуются автомобилисты. Да так, что протиснуться между машинами не получается. А весной и осенью и вовсе разливается огромная лужа, так как карман находится в низине. От отсутствия тротуара страдает и Наталья Михайловна Лунегова. До мусорного контейнера она преодолевает через боль. Она в доме номер один по Судогодскому шоссе живет с 1976 года. И каждый день, выходя на балкон погулять, становится случайным зрителем того, как тут пытаются пройти жители микрорайона Коммунар. Через этот барьер, как, вот я и то не перешагну. А большинство, я все гляжу в окошко с палочками, ноги вот такие ходят все больные, с колясками идут. А с колясками в другой раз тут даже не могут проехать. У нас остановка здесь вот, через арку. Весь народ, жители этого района, там сейчас очень много домов. Жители обращались в управляющую компанию, однако там объяснили, дорога не входит в границы их ответственности, а значит и чинить ее не собираются. Тогда обратиться решили в управление ЖКХ. Они дважды обещали приехать и осмотреть проблемную тропу, но так и не выехали на место. С проблемой жителей мы обратились в городскую администрацию. Мэрия проблему пообещала решить в этом году. Строительство этого тротуара уже включили в план. Сейчас готовится конкурсная документация для проведения торгов по выбору подрядной организации на выполнение работ капитального ремонта дорожного покрытия на улице Песочная. В рамках выполнения капитального ремонта будут выполнены работы по устройству тротуара между домами Судаговской шоссе 1 и Песочной 2D. А вот на Завадского 15 грядет капитальный ремонт всего дорожного покрытия. Дорогу отремонтируют также в этом году в рамках реализации программы «Дорожное хозяйство города Владимира». Лада Кочетова, Алексей Кандалов, Алексей Ковалев, Телеканал «Вариант».